Всем салютик, с вами Павел Князич, и если ты сейчас видишь это видео, значит мой канал вернули. Наконец-то его вернули, и я хочу поделиться своим опытом. Я просто не могу молчать, я должен рассказать, как это было, как мой канал взломали. Всё произошло просто внезапно. Я просто сидел, чилил на ютубе, и неожиданно меня выкидывает с моего аккаунта. Какого хрена, я не знаю. Я пытался зайти на него, и мой пароль он не воспринял. Он просто не принял мой пароль. Я решил, хорошо, наверное, я неправильно ввёл. Решил нажать «Забыли пароль», и всё напрасно, потому что мне выскочила вот такая вот табличка. Что я не могу зайти в свой аккаунт. Мой канал, или же аккаунт, он не распознаёт моё устройство. И я не могу с него зайти. И я вообще не понимаю, что происходит. Потом я написал своему другу, что у меня украли канал, потому что я понял, что произошло. Потом я просто ночью, это было как раз таки ночью, я наблюдал за тем, как мой канал переименовывают, как на нём меняют картинку, и как на нём удаляют видео. Ну, насколько можно сейчас наблюдать, все видео мои восстановлены, канал снова мой, он вернулся законному владельцу. Самозванец, не сказать, что наказан, но хотя бы устранён. Кто это был, я хрен его знает. Но, перед тем, как меня взломали, я получил такое письмо. То, что с моим каналом произойдёт кое-что интересное. Но сейчас эти сообщения удалены, и я вообще как-то не мог понять, что вообще происходит. Ты кто такой? Сейчас я не могу показать вот этот скрин, но он мне скинул настройки моего же канала, который я могу посмотреть. Я очень сильно перепугался, я поменял пароль, ну а потом уже ближе к ночи меня всё равно взломали. Я не мог понять из-за чего, и я вот начал смотреть на ютубе, почему вообще такое может произойти, и у всех практически одинаковая история. Кому-то кто-то пишет, кидает ссылки, представляется от имени какой-то компании, и я начинаю у себя в голове прокручивать события. Я начинаю вспоминать, что мне кто-то писал, и кто-то кидал фишинговую ссылку. Фишинговая ссылка, это то есть ссылка взлома, на неё ни в коем случае не надо нажимать. А я по своей дурости нажал, и вот что вышло. Канал мой просто угнали. И я просто не мог понять, что делать, что происходит, я просто был в растерянности. Это первый момент в моей жизни, когда я был просто, ну, в полной растерянности. Это самое хукшее, что происходило за всю историю моей жизни. Вот, вот просто вот я не преувеличиваю ни разу. Я потерял, можно сказать, самое дорогое, что у меня было. Я потерял вас. Я потерял стимул какой-то, я потерял смысл. Я просто не знал, что делать. Вот для кого-то канал это просто обычное хобби, но для меня мой канал это просто всё. Я начал писать просто всем своим друзьям, блогерам, которые что-то в этом понимают. И мне они помогали. Мне помогали также подписчики. Я запостил свой пост о взломе. И многие начали мне писать, кидать ссылки на поддержку. Я переходил по этим ссылкам, я писал в поддержку. Я сам искал, куда чего писать. И всё-таки я достучался до этой поддержки. Но ответила она мне не сразу. Ответила она мне в понедельник. Все ссылки на поддержку я оставлю в описании. Но перед тем, как написать в поддержку, я написал сначала в Twitter. Мне бы рекомендовали просто написать в Twitter, в команду YouTube. Сначала сделать твит. В общем, вот такой твит. С названием их группы. Чтобы они тебя смогли заметить. А потом они когда-нибудь тебе да ответят. Ответили они мне где-то примерно через час. И написали мне в сообщениях, чтобы я описал свою проблему. И я уже начинал с ними переписываться. Они мне тоже кинули ссылку на поддержку. Чтобы я мог туда написать. И со мной в конечном итоге бы связался специалист. Который сделал бы расследование по взлому. И в конце концов вернул бы мой канал. Я забыл сказать, что это всё происходило в ночь с пятницы на субботу. То есть это были выходные. Поддержка выходные не отвечал. Мне ответила только команда в Twitter. Вот только она мне ответила. И говорила ждать. Ждать. И это были просто самые адские дни ожидания. Я просто не могу описать, какое было просто вот такое напряжение. Что это было за ожидание? Это просто кошмар. Я не мог просто ни есть, ни пить, ни спать. Я в субботу, когда вот увидел, что мой канал украли, я не спал ночь. Но в конечном итоге мне всё-таки пришлось поспать. На следующий день проспал я где-то 10 часов. Потому что уже я чисто физически не мог не спать. И уже в понедельник мне ответила поддержка. Я вообще настоятельно рекомендую всем писать в Twitter. Потому что они действительно помогают. И если они тебе не пишут инструкции, как восстановить твой канал, то они хотя бы тебя морально как-то успокаивают. Я вот смотрю на блогеров с похожей ситуацией, вот подобные видео. И вижу, что тоже им приходит какое-то письмо с ссылкой необычной. Они потом через несколько дней теряют свои каналы. На этих каналах появляются трансляции какие-то. И причём всё одна и та же трансляция. Макс что-то там звездит непонятное. Я вообще не понимаю. Какие-то биткоины хренойные. В общем, какой-то бред. Вообще, что настоятельно рекомендую после того, как вы вернёте свой аккаунт. Или если вас ещё пока не взломали. Я рекомендую включить двойную аутентификацию. Или как это хрень называется. В общем, в настройках там пошукайте, загуглите, что это такое. И включите всё-таки это. Потому что это очень полезная штука. У меня этой хрени не было. И поэтому мой канал, можно сказать, из-за этого взломали. Привяжите резервную почту. Привяжите резервный номер телефона. Потому что этот говнюк, он у меня отвязал телефон и почту. Всё, что ему оставалось делать. И мне никаких уведомлений не пришло. То, что поменяли почту, поменяли телефон. Просто тишина. Поэтому заранее обезопасите свой аккаунт. Прямо так и загуглите. Как обезопасить свой аккаунт Google? Как обезопасить свой канал? Я этого не делал и поплатился этим. Но сейчас я понял все свои ошибки и всё сделал правильно. Я вообще предполагаю, как эта хрень делается. Тебе пишут от лица известной или малоизвестной компании и просят что-то прорекламировать. И кидают ссылку на какое-то обновление. И они говорят, что они это обновление выпустят только после того, как ты выложишь своё видео с их рекламой и прочей-прочей пургу. В общем, что делаем? Не кликай на эту хрень. Просто не кликай. Не то, что там не переходи и не скачивай. Просто не кликай. Бери, копируй название компании, от которой они представляются. Вбивай в Google. Заходи на их официальный сайт. Пиши на их почту. Если у них там есть телефон, звони им в телефон. Если у них там какая-то есть группа в Facebook, ВКонтакте, в Twitter, неважно. Пиши им туда и спрашивай. Прикрепляй скрин сообщения, которые тебе прислали. Писал ли от них какой-то сотрудник. Если же они тебе отвечают, что мы этого бомжа не знаем, так и пиши. Ты бомж. Пошёл нахер. А лучше, конечно, удалить это сообщение. Но если, конечно, докапываться, они до тебя уже будут писать. Ну как, вы там решили насчёт рекламы или нет? Вот тогда уже стоит, наверное, послать. И тогда они поймут, что вас так легко не обмануть. И, разумеется, от вас они отстанут. Но когда ты кликаешь по этой ссылке и скачиваешь то, что они тебя просят, они просто крадут данные всего твоего, вот от всего твоего компуктера. И они присылают эти данные себе. Все твои пароли. Поэтому лучше после этой хрени написать в поддержку первое. А лучше сначала в Twitter, а потом уже в поддержку. В саму, в гугловскую, я имею в виду, по почте. Все вот эти почты и все вот эти ссылки на поддержку я оставлю в описании. И на Twitter тоже. Дальше. А что дальше? Переустанавливайте свою винду. Просто ищите человека, который вам её переустановит, если вы сами этого не знаете. Если у вас нет такого человека и вы не можете его найти, то попробуйте как-то сами это сделать, я не знаю. У меня лично есть друг, который в этом шарит. И он мне переустановил винду. Спасибо ему большое за это. Такой был гемор просто с этой виндой. Особенно с передачей файлов. Потому что у меня на компьютере очень много важных для меня файлов. И приходилось сначала ему на компьютер перекидывать. Потом с его компьютера на мой. И столько просто было руганий. Руганий. Просто ругань была на весь район. Потому что это геморрой. И поэтому лучше не кликать на эту гробанную ссылку. Потому что гемора будет очень много. После того, как вы переустановите винду, разумеется, поменяйте все пароли на всех аккаунтах, которые у вас есть. Поменяйте. Запишите их лучше. Отдельный листочек просто возьмите и запишите там карандашиком, ручкой. И чтобы потом не забыть. После того, как вам напишет поддержка, она вам обязана просто ответить. Если она вам не ответит хотя бы в понедельник, то бомбите опять же в твиттер. Твиттер вам скажет, чтобы вы должны успокоиться. Что вам все равно ответит. Вы успокаиваетесь. Ждете. И вам в конце концов приходит это заветное письмецо, на которое вы должны ответить. От вас могут потребовать данные. Любые данные от вашего аккаунта, чтобы доказать то, что у вас. А. Украли аккаунт. Б. Что именно у вас украли аккаунт. Что именно вы являетесь владельцем. И что именно вам нужно вернуть его. И сначала нужно, конечно же, заблокировать этого взломщика, чтобы поддержка рассмотрела запрос взлома. И она рассмотрела мой запрос незамедлительно. Она мне прислала сразу же, что взломщик заблокирован. И потом уже в конце концов я восстанавливал свой аккаунт и кидал свои данные. Мне потом направили еще одно письмо с одной ссылкой, по которой я перешел. И уже по этой ссылке я восстанавливал свой аккаунт. Но, опять же, доступ мне запрещен. Потому что этот гад мне отключил все устройства. Я не могу просто зайти тупо. Тупо зайти вот на свой канал. На свой аккаунт даже. Я пишу им, что у меня вылетает все та же хрень. То есть, опять же, гугл не распознает все мои устройства. Причем что телефон, что планшет, что компьютер, что компьютер моего друга. Просто вот никак не могу зайти. На что они мне кидают следующую ссылку. По которой я уже меняю свой пароль и восстанавливаю свой аккаунт. И все это произошло буквально, если не считать выходных, то за три дня я смог отбить канал у взломщика и восстановить свой канал. И вернуть все. Правда, из-за этого бомжара у меня страйк. Из-за которого я не могу стримить. Ну ничего. Я новое письмо в поддержку направил. Подал апелляцию. И написал, что это стрим взломщика. Не трогайте меня. Лучше отзовите свой страйк и идите нахрен. Ну, разумеется, это я сказал, чтобы жаловались на трансляцию взломщика. Иначе бы никак по-другому его действия пресечь нельзя было. После того, как вы восстановите свой аккаунт, заходите сразу же на AdSense и отключайте все карты. И перепривязывайте свою. Потому что взломщик мог подключить к своей карте ваш Google AdSense. Даже если там ваша карта тоже осталась, то все равно отключайте все. Нужно быть в жизни немножечко параноиком. А когда у тебя украдут твой YouTube-канал, ты им станешь. Поверь. Перепривяжи. Даже если там уже есть твоя карта или на что ты там привязал свой Google AdSense. Чтобы взломщик ни шиша не получил. Если у тебя канал привязан к медиа-сети, к другой партнерской программе. Не к прямой от Google, а от какой-нибудь там другой. То пиши туда, что твой канал взломали. Потому что они имеют тесные связи с Google. Все-таки это партнерская программа. И они тебе могут помочь. Но это не значит, что ты должен сидеть на месте. Действуй. Пиши в поддержке. Во все, которые просто сможешь. Пиши. И тебе вернут аккаунт. Потому что Даня Тарасов, он же B2-цикл, он писал свою партнерскую программу. И ждал две недели. Пока ему установят аккаунт. Я не знаю, предпринимал ли он какие-нибудь действия. Но, по его словам, он только написал в поддержку своей медиа-сети. И все. Поэтому я рекомендую настоятельно писать не только туда, но и... Вот куда можете, что знаете, то и пишите. Просто пишите. Описывайте свою проблему. Кидайте скрины этой проблемы. Предоставляйте свои данные. Почту, к которой привязан был ваш аккаунт. В общем, все, что от вас потребует, тоже пишите. Просто. Если у вас какие-то ошибки возникают при восстановлении своего аккаунта, пишите. Пишите. Если вы не можете восстановить свой аккаунт, просто пишите об этих ошибках. Вам обязательно помогут. Ну, главное, то, что мой канал наконец-то вернулся в родную гавань. В нормальную родную гавань. Скоро новые шикарные видосы. У меня просто парочка идей накопилась за то время, пока мой канал восстанавливался. Я еще в юридическом плане немного прошарился. Почитал правила ютуба в кой-то веке. И поэтому все у нас теперь зашибумба. Надеюсь, это видео было для кого-то полезным. Я описал свою проблему. И надеюсь, что я кому-то помог. У кого-то может быть сейчас такая же проблема. И я сейчас записываю это видео. И просто говорю тебе. Удачи. Удачи. Ты справишься. Не отчаивайся. Борись до последнего. И ты вернешь свое законное имущество. Ну и подписывайся на мой канал, конечно же. Нажми на раздолбанный колокольчик. Ведь скоро новые видео. Ё-моё. Канал восстановили. Ядрит то и налево. Ну и, конечно же, на мой бункер князеча тоже подписывайся. Ссылка в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись ему себя на странице, чтобы другие знали об этой ситуации. И не забудь оставить свой комментарий под этим роликом. Напиши. Что ты думаешь по поводу этой ситуации? Может быть, какую-то дополнительную информацию ты можешь написать об этой хрени? Может быть, ты что-то знаешь, чего я не знаю? Ну и всем поки, до свидоса, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok